интер здравствуйте рада вас видеть на таком масштабном стенде в рамках выставки модер бейкере расскажите основную самую главную цель присутствия здесь сегодня в двадцатом году да ну как мы наверное все знаем и понимаем о том что мы сейчас присутствуем здесь будем говорить достаточно сложные времена я могу так сказать что в конце прошлого года в начале этого года конечно у нас были огромные планы вот мы надеялись и думали что российский на рынок принадлежит нам вот потом немножко ситуация изменилась нам пришлось подумать над нашим дальнейшим развитием здесь на российском рынке и наше руководство наш собственный наши директора в общем-то на мой взгляд приняли правильное решение и в итоге были были принято решение оставаться здесь на российском рынке да и этому решению мы следуем я считаю на правильно виктор расскажите мне пожалуйста вот я вижу слоган новый взгляд на выпекание в чем суть нового взгляда ну дело в том что та технология которой мы пользуемся или пользуются наши клиенты да и ту технологию которую мы предоставляем она и является как бы новым взглядом выпекания ну а то что касается собственно того оборудования которое здесь представлено и собственно стенда то примерно такую концепцию мы используем уже на протяжении нескольких лет эта концепция она предполагает то чтобы показать нашим партнерам нашим клиентам ту широту ассортимента которую может предложить наше предприятие и соответственно для того чтобы наше оборудование не просто стояла в какой-то определенном таком неправильном формате мы показываем как это оборудование правильно располагается на производстве и соответственно поэтому мы создали у себя три основные зоны сейчас можем подойти к первой основной зоне да здесь мы видим зону которую входит оборудование до для индустриальной выпечки то есть это оборудование используют предприятия крупные предприятия хлебозаводы крупные пекарни что мы можем предложить и что сегодня наиболее будем говорит производится достаточно большим спросом на российском рынке это конечно собственно печи дебаг это печи наши печи мансун модификация s5 эти печи вот на протяжении уже 10 лет мы предлагаем на российском рынке они постоянно конечно модернизируются эти печи но пользуются достаточно большим успехом это же все мы увидели и сегодня на допустим на нашей площадке то есть когда клиенты приходили и работали очень много кнопочек мне интересно всякий раз когда я вижу достаточно такой технологичные сложное оборудование насколько зная какие сложности сейчас персоналом да насколько сложно их обучать раз вот эти блоки управления и вообще современная технология она позволяет минимизировать все вот эти проблемы технологичные то есть если человек для себя немного научиться пользоваться до пультом то фактически для него не так сложно потом работать на этом пульте это фактически как на телефоне здесь вы видите другую специфику это так называемое холодильное оборудование да это камера расстойки с функцией прерывания для чего она необходима эта камера она необходима для того чтобы облегчить работу пекаря и персонала когда этих камер не существовало то пекарь должен был выходить на работу ночью и работать ночью вместе с персоналом для того чтобы уменьшить эти издержки работает эта камера когда вы тестовую заготовку ставите сюда вечером включите автоматический режим и к утру у вас тесто будет готовы вы можете его сразу начинать выпекать то есть весь ночной процесс вы просто выбираете из бак это не только тепловой это холодильное оборудование это камеры расстройки да то есть вот эта печь она весит больше двух тонн у наших конкурентов не немецких конкурентов а в большей степени других европейских конкурентов печь весит в районе одной тонны меня всегда спрашивают что железо продаете да мы продаем железо потому что это требует тепловая энергия да чем мощнее железо тем лучше камера соответственно лучше держит тепло она более энергоэкономично а это так называемый хайлайт сегодня да это востребовано очень сегодня на рынке это камера шоковые заморозки фактически это то что мы сегодня как горячие пирожки продают оборудование конечно не совсем дешевые так могу сказать но она сегодня вас требована на крупных производствах многие переходят на выпечку заморозки в магазинах а это оборудование станет на командоре да да командор у нас наверное один из первых кто начал применять эти шоковые камеры сегодня практически всех кто к нам приходят на стенд и не интересуется этими камерами да мы сейчас находимся во второй нашей зоне на нашем стенде это зона пекали так как я уже говорил то есть то что имеет два сегодня две тенденции да то есть фактически тенденция первое это когда крупное производство развивает у себя магазины так называемого ремесленного хлеба или например кто-то развивает маленькую пекарню и хочет тоже иметь какое-то оборудование для маленькой пекарни как раз вот это оборудование которое мы здесь видим она позволяет по сути дела оснащать как магазины у крупного производства да так и собственно вот эти мини пекарни здесь представлены наши конвекционные печи да то есть если вы там видите это новая печь декан это печи подовые у нас здесь хелес и вы видите что она формате нас также да то есть показать вроде быть тот настоящий ремесленный деревенский подход ну и конечно камеры расстойки которые тоже сегодня используются в таких мини пекарни а скажите пожалуйста сколько требуется место вот по квадратным метрам для того чтобы такой минимально необходимый стек оборудования поставить и работать я делаю в том что тут как бы два варианта первый вариант это если вы хотите сегодня мы об этом говорили полный цикл да то есть мини пекарня полный цикл вы делаете все что необходимое потом выпекаете минимум это 150 квадратов минимум 150 если же вы говорите о том что у вас есть крупное производство с которого вы присылаете к себе в магазины определенный продукт только здесь что-то дорабатываете то достаточно достаточно будет от этой маленькой пекарни в этом магазине в размере 50-60 то есть от 50-60 до 150 ну а дальше называется ну и зависимости от этого и количество оборудования российский ритейл отстает на мой взгляд от европейского ритейла и как раз наша задача помочь российскому ритейлу перейти на эти более высокие стандарты и здесь на этой зоне которая мы с вами подходим мы попытались немножко реализовать то что фактически сегодня и имеет европейский ритейл у себя в зоне конечно да то есть мы здесь обозначили что это зона супермаркета и здесь мы показываем две позиции наши те которые сегодня используются я могу сказать так что одна из позиций то что мы видим сейчас справа это печи дела они сегодня стоят во многих магазинах например пятерочки то есть пятерочки мы имеем порядка двух тысяч печей вот такого формата и многие сегодня ритейлеры они смотрят в это направление выпечки заморозки а то что касается второй печи печь декан да то это новинка которую мы активно внедряем последние два года на эту новинку уже переходят немецкие сети надеемся она будет пользоваться тоже спросом на российском рынке почему потому что она имеет функцию не только печи она имеет функцию еще и пара конвектомата а уже есть в россии установки такого оборудования то есть у нас покупали но не в ритейле пока покупали профессиональные пекарни вот ну надеемся они конечно эти печи будем говорить дороже чем стандартные печи но это во-первых современный стандарт и эта печь она позволяет заменять достаточно широкий спектр оборудования вот то есть не иметь не три разных вида оборудования достаточно одного и можно фактически все вопросы с этим связанными решать то есть на российском рынке мы работаем не только сами по себе это я думаю что это наше преимущество конек мы всегда заинтересованы в партнерах в партнерах которыми мы можем вместе работать и вот здесь представлено оборудование она в принципе должно было бы стоять в одном ряду ну место да поэтому мы его поставили здесь вы видите кофе автоматы которые сегодня являются тоже основой по сути дела в любом супермаркете потому что на кофе зарабатываются серьезные деньги в этом случае здесь то что мы сегодня говорили об этом говорила ольга у нас да на презентации том что важным элементом является хорошая витрина витрина и продукт который находится в витрине хорошей витрине подсвечены он продает сам себя человек подходит видит что чисто все гигиенично красиво и покупает и понимаете дело в том что покупает продукт человек если он покупает молоко он его покупает раз в неделю то за таким продуктом он приходит каждый день а приходя к магазин каждый день он дополнительно еще покупают другие продукты соответственно идет рост не только за счет продажи выпечки идет рост за счет оборота магазина поэтому надо вкладывать в это оборудование средства потому что не вкладывать вы не получите настоящая отдача и это витрина и они разные есть это наш тоже партнер компания к себе мир и еще одна интересная единица оборудования стоит на которую тоже многие российские ритейлеры практически не обращают внимание считаю что это ненужная в общем-то вещь каждая хозяйка каждый хозяин дома может нарезать хлеб но к сожалению в магазине люди покупают хлеб уже нарезанный индустриальный а хлеб который выпеченный лежит в полочке его берут с меньшим желанием потому что это определенные действия домой соответственно это машина для самообслуживания когда вы берете хлеб кладете сами нарезаете свежий хлеб берете свежий хлеб они индустриальный который у вас лежит уже целую неделю на полке и приходите уже нарезанный свежий хлеб вы можете покушать соответственно специалисты говорят правильно использование только хлеборезки на двадцать пять-тридцать процентов увеличивает оборот хлеба магазин мы то есть компания дебака относится к группе викатул в группу викатул входит еще несколько предприятий в том числе входит предприятие она это предприятие называется александр золи компания александр золи выпускает оборудование для профессиональных кухонь это механическое оборудование в первую очередь да для для переработки для индустриальной переработки для овощей переработки мясо переработки и здесь у нас на стенде соответственно мы кое-какие образцы этого оборудования тоже указали и поставили то что в принципе наверное в первую очередь сегодня наши фабрики кухни могли бы использовать на еще раз повторяю это небольшие машины есть машины гораздо большие для крупного производства ну начнем с машины которые очень пользуются спросом на российском рынке это так называемая овощи мойка до для мойки салатов и ягод для томатов то есть вы можете здесь помыть начинают малины и заканчивая мамины и одна машина малину помыть не может кроме этой да то есть она настолько нежно моет продукты что она их практически не портит затем здесь у нас стоит тоже важный элемент для кухни или фабрики кухни это машина для мойки чистки чистки клубни мы называем картофелечистка да хотя она может чистить не только картофель но она может чистить у нас и свеклу морковь да и лук да то есть они тоже есть разных форматов это самая минимальная машина есть и большая машина здесь вы видите перемешиватели для салатов то есть например глобус мешает салату нашими машинами в этом случае салаты получаются гомогенными ровными вот то есть это тоже важный элемент для любого этом кубики не поломались если мы говорим то есть она тоже очень работает так нежно можно сказать здесь вы видите привод привод который в себе наполняет нескольких возможностей это и овощелеска и мясорубка и миксер да то есть разные возможности вы только меняете насадки и можете использовать эту машину то есть тоже есть машина маленьком формате вот это среднего формата есть еще крупная машина которая перерабатывает овощей четыре тонны в час а это так называемая наша любимая машина до самая маленькая г-5 или гути и все как бы называют эту машину это до маленькая овощелеска для того чтобы просто вам понять и показать вот если вы никогда с этим не сталкивались я просто хочу показать и положить вам руки диск чтобы по ним чтобы вы понимали что обозначает это овощелеска то есть те диски весит почти полтора килограмма полтора килограмма ну да я понимаю как обычно в режиме обычного дома вы можете нарезать слайс и выбирать для себя размер осторожно она очень я не буду трогать если вы слышали о стали о ножах то наверное многие знают о дамасской стали да такой известной стали является сталь и ножи производимые в золинге вот здесь используются такие ножи то есть фактически если здесь камни не резать то это оборудование она очень долго может работать без всяких проблем есть российская машина подобное это она называется у км универсальная кухонная машина еще шесть лет тому назад к нам приходили конструктора этой машины подходили смотрели и смотрели эту машину и так и сяк и так и сяк потом говорят да нам этого еще и 20 лет не сделать я говорю как не сделать 20 лет она уже 30 выпускается еще раз про тему зипов да вот насколько слово насколько вы видите эту проблему в вашем сегменте именно вот вашего оборудования если она как таковая или это все решено и все хорошо мы должны откровенно сказать о том что такая проблема существует на сегодняшний день если говорить о комплектующих если говорить о запчастях то примерно наверное 5 процентов запчастей которые или комплектующих требующихся для работы полноценные эти комплектующие попали в санкционный список 95 процентов комплектующих не находятся в этом списке соответственно мы их завозим без всяких проблем и сейчас ищем возможность а вы знаете что да не просто но тем не менее возможно до том чтобы другими путями завозить оборудование частью а может быть и комплектующие первую очередь или запчасти в россию и мы будем здесь работать я еще раз повторяю никто из нас не является не господом богом и не мы не можем решать за наше правительство или правительство в россии как немецкое так и российское правительство вот но тем не менее насколько это будет возможно политически я имею в том плане мы будем продолжать работать это мнение нашего собственника он стоит на этот им и мы будем над этим работать но людей и наших клиентов мы не оставим в беде в любом случае сервис будет продолжаться мы продаем мы помогаем и хотим дальше работать на российском рынке